Маленькая перестановка, а эффект будет бомбический. Сначала мы делаем счастливыми своих сотрудников, а счастливые сотрудники делают счастливыми наших клиентов. Если вы будете такие вещи делать, конечно, сотрудники вас будут страшно любить, и никто никогда не захочет уходить из такой компании. Придумать может любой, а ты доведи до конца, ты реализуй. Как эффективно и максимально быстро интегрироваться в московское общество, чтобы не выделяться, так скажем, из толпы. Подписывайтесь на канал 1S Bittrex. Здравствуйте, я Игорь Ман, и в эфире снова программа Bittrex24 спрашивает. Программа, в которой мы встречаемся с реальными партнерами Bittrex24 и обсуждаем реальные проблемы и задачи каждого бизнеса. Как привлечь больших клиентов, как удерживать клиентов, как увеличить средний чек, как расти, как увеличить репутацию своей компании, как найти новых сотрудников и как поднять эффективность их работы. Эти и другие вопросы мы обсуждаем с нашими героями. И герой сегодняшнего выпуска – Михаил Чернявский. Всем привет, я Михаил Чернявский, сооснователь компании InvoGroup. Мы топ-3 интеграторы Bittrex24 в России. И наша цель – быть номер один в России, а потом и в мире. Мы из Ростова-на-Дону, и я сегодня подготовил несколько самых интересных для меня и моей компании вопросов к такому эксперту и профессионалу в своей области, как Игорю Ману. И буду очень рад, если он ответит на них развернуто. Михаил, здравствуйте. Добрый день. О, крепкая рука пожать. Спортом занимались? Конечно. Я же человек из Ростова. Какой вид спорта? Разный, но я очень люблю футбол, командные игры. Поэтому бизнес мне тоже этим нравится. Обращу ваше внимание, маленький лайфхак. Рукопожатие. Смотрите, есть три типа рукопожатия. Первое – на равных. Мое рукопожатие было на равных. Второе – рукопожатие доминирующее. Тогда сразу же задаешь такой темп и вот так вот пытаешься подать руку, чтобы твой собеседник вынужден был вот так руку подать. И третий тип – это когда ты вот так подаешь руку, ты как бы уже сразу же занимаешь такое подчиненное положение. Поэтому, здороваясь с клиентами, вы должны ожидать того, что они будут стараться доминировать, либо на равных считывать сигнал. Вот я считал, что Михаил уважает меня, потому что ладошка была чуть-чуть поднята вверху. Давайте еще разочек на равных. Вот так, хорошо. Какие у вас вопросы, Михаил? Мы сами из Ростова-на-Дону. Сейчас уже пошли развиваться. Открыли филиал в Москве. И как раз таки вопрос, первый, о чем бы я хотел поговорить с вами и услышать экспертный ответ. В принципе, у нас компания достаточно нестандартная, если взять большинство компаний. И мы большой акцент ставим на корпоративную культуру. И даже миссия у нас в компании звучит. Мы делаем бизнес клиентов успешным, а семьи сотрудников счастливыми. У нас это зашито в конечный продукт миссию компании. И вот вопрос, когда мы начали расширяться, понятно, когда небольшая компания, семейная, студия, очень теплые, близкие отношения, чуть ли не дружеские, полусемейные. Вот когда начали расти, заметно, в связи с тем, что людей стало больше, появилась какая-то текучка кадров, семейности стало меньше. И некоторых сотрудников, которые помнят, как было, начинают париться, что-то произошло не так. И вот вопрос, при новом уровне количества людей, этапе развития компании, вот как сохранить эту корпоративную культуру? Какие у вас были, может, примеры регулярной взращивания корпоративной культуры? Хороший вопрос. Я думаю, что вам нужно прочитать книжку, которая называется «Обнимите своих сотрудников». Мне очень нравится ваша миссия. Единственное, что я предложил бы вам на первое место поставить сотрудников. Потому что в первую очередь миссию читают сотрудники, а не клиенты. И когда вы говорите про то, что ваша задача сначала сделать членов сотрудников, работающих у вас, и членов их семей счастливыми, а уже потом сделать счастливыми клиентов, в этом есть какая-то логика. Потому что только счастливые сотрудники могут сделать клиента довольны. Маленькая перестановка, а эффект будет бомбический. А для того, чтобы сохранить корпоративную культуру, нужно ее прописать. То есть у вас должны быть какие-то правила, по которым вы работаете, некоторые стандарты, некоторые принципы, на которые вы опираетесь. И тогда вы стараться будете их не терять, потому что они прописаны, они зафиксированы. И, соответственно, люди, которые к вам будут приходить, им не надо это пересказывать, им достаточно это прочитать. А то, что написано на бумаге, действительно воспринимается гораздо лучше, чем то, что когда ты просто это передаешь. Знаешь, у нас в компании принято, сегодня ты это сказал так, завтра я сказал по-другому, а какая-то написано, трактовка только одна. Ну и для всех, кто нас смотрит, я хочу сказать, что у Михаила очень правильный подход. Потому что большинство компаний на первое место ставит клиентов, а на первое место нужно на самом деле поставить своих сотрудников. Сначала мы делаем счастливыми своих сотрудников, а счастливые сотрудники делают счастливыми наших клиентов. Это абсолютно правильный подход, так держать. Ну и, конечно, семейственность, душевность, которая есть в маленьких компаниях, конечно, будет со временем исчезать. Но если вы сформулируете принцип работы компании, что какой бы ни был у нас размер, душевность – это наше все. И она будет выражаться в том, что, предположим, вы будете знать каждого по имени. Или, предположим, вы будете каждым искренне за руку здороваться и спрашивать, как семья, как ребенок и так далее. Если вы будете знать о своих сотрудниках очень много, если вы будете… Что такое грустное, что случилось, чем могу помочь? Если вы будете такие вещи делать, конечно, сотрудники вас будут страшно любить. И никто никогда не захочет уходить с такой компанией, и у вас отток сотрудников будет минимальный. И люди будут вас с удовольствием, сотрудники работающие у вас, с удовольствием рекомендовать вас другим своим знакомым. И у вас не будет проблем в том, чтобы найти хороших кандидатов для работы в вашей компании в любом другом новом городе. Правильная стратегия. Супер, спасибо. По поводу развития вы спрашивали, есть такой интересный вопрос насчет направления, которое мы взяли в ближайшее время за такое ключевое, которое позволит компании выйти на новый уровень, на наш взгляд. В чем суть этого направления? Есть такие же, как и мы, партнеры Bitrix24, которые работают на своем уровне. И так как нам за 2,5 года уже получилось достичь достаточно хороших результатов среди партнерского сообщества, мы поняли, что текущий тренд рынка, бизнеса, это работа в команде намного эффективнее, нежели в одиночку. Если это переложить на партнерскую сеть, то мы хотим двигаться в направлении объединения с другими партнерами, которые такие же по духу, которым тоже нравится рост, они ставят амбициозные цели, как и мы. И мы хотим вместе с этими партнерами, но формально они по сути наши конкуренты, но мы хотим с ними чем-то делиться, как-то усилять, делиться своими лайфхаками, опытом, где мы как работаем. И сейчас уже есть первые шаги. Вот как вы считаете, насколько это стратегически верно, насколько это будет выигрышно, будет ли это безопасно для нашего бизнеса, потому что мы, как, так сказать, открытая книга, с ними со всеми делимся и помогаем. Те, кто смотрит нашу программу и владеет базовыми навыками языка жестов, увидели меня сейчас прямо в классической закрытой позе, как только Михаил начал рассказывать про то, что он пытается объединить других партнеров в Битекс, я сразу же сел так. Кстати, есть нюанс, вот эта поза уверенности, а вот эта вот закрытая поза. Мне не нравится ваша идея. Я сейчас объясню почему. Любая идея забирает у вас энергию и время. Энергию и время можно потратить на то, чтобы заставить лучше работать в свою команду или привлечь нового клиента, ну или сделать бизнес эффективнее. То есть на что угодно можно набрать время и энергию. А вы пытаетесь ее направить на то, что вам никакого, по факту, никакой отдачи не даст. То есть по факту вы занимаете альтруизмом. Вместо того, чтобы развивать свою компанию, вы делаете вещи, которые по факту вам не помогут. Не сплотить ваших сотрудников, не сделать компанию лучше. Если вы рассчитываете на то, что вы будете делиться идеями с другими компаниями, и другие компании тоже будут делиться идеями с вами, я думаю, что, наверное, вы чересчур благородный человек, благородный дон, как говорят в Испании. Поэтому лучше эту программу потихонечку свернуть. Вы можете предложить эту программу Bittrex24 Сергею и Светлане. И, соответственно, они могут эту идею подхватить, сплачивая компании одного уровня. Но, предположим, если мы сейчас поделим всех партнеров компании Bittrex24 на 4 категории, мы объединяем партнеров в 4 категории, в 3 категории, в 2 категории. Но у всех амбиции из 2 перейти в 1, и когда вы из 2 идете в 1, все будут говорить, а мы им что-то рассказали, они за счет нас выросли, и еще будет такое, знаете, злопамятство некоторых людей. Плюс не все готовы раскрывать свои произведенственные тайны. Очень мало таких людей, которые прям с удовольствием делятся своими секретами. Да и еще печальная новость, что даже когда вы делитесь своими идеями, люди все равно это делать не будут. Я вот посоветовал книгу «Обнимите своих сотрудников вам», я уверен, что вы ее прочитаете. А кто из слушателей сейчас записал эту книгу к себе в блокнот, и кто сейчас начинает, кто пытается сейчас найти ее и начать ее читать, единицы. Поэтому еще раз, сэкономьте время, сэкономьте энергию. Если честно, я не вижу в этой идее ничего. Да, вы заметны таким образом своей инициативой для Bittrex24, но лично для вас никакой пользы от этого не будет. Но у меня есть другая идея. Попробуйте объединять не партнеров компании Bittrex24, а компании, которые в вашем городе работают, и которые примерно того же самого оборота и того же самого количества сотрудников. Предположим, вы встречаетесь с генеральным директором, который тоже работает 30 человек. Он говорит, слушай, у тебя 30 человек, у меня 30 человек. Слушай, а как ты этих людей нанимаешь? Как ты их вовлекаешь в работу? Как ты их увольняешь в конце концов? И когда вы про такие нейтральные темы говорите, он говорит, слушай, кстати, а хочешь, я тебе еще с автоматизацией помогу? Потому что как бы это помогает тебе бизнес сделать эффективней? Таким образом, у вас действительно есть польза от такого клуба. В первом случае я пользы не вижу, а во втором я вижу пользу и очень большое. Попробуйте повернуть свою клубную деятельность в другое направление. Понял, спасибо. Еще такой вопрос касательно изменений. Мы заметили, что мы как владельцы, которые в принципе должны смотреть в развитие, сделать так компанию более эффективной, более прибыльной. Мы заметили, что мы выдаем достаточно много новых каких-то идей, изменений, кардинальных где-то, перестановок, разделений, регламентов работы. И мы заметили, что компании и сотрудники не всегда воспринимают эти идеи как реальные для того, чтобы всем стало лучше, а больше воспринимают, что блин, я только привык, я только научился, теперь заново переучиваться. То есть некий саботаж есть. И второе, падает эффективность, так как люди за счет того, что теперь по-новому не выработалась новая привычка, где-то возникают ошибки, потому что работают по-старому. Вот как, на ваш взгляд, можно сохранить вот этот баланс темпа новых изменений, новых идей и как вовлекать сотрудников правильным образом, чтобы они эти изменения легко принимали и сами даже были за них рады. Рады. Касательно тех людей, которые эти изменения, по сути, внедряют, контролируют и доводят до результата. Это команда руководителей. То есть мы лично считаем, что невозможно управлять людьми, когда они завязаны на одном или двумя руководителях. Поэтому вот у нас есть такая команда руководителей, сейчас там 7-8 человек в этой команде. Вот на ваш взгляд, какие, может быть, были кейсы? Это при 30 сотрудниках, то есть получается средний уровень управляемости 1 к 3, 1 к 4. Вот. И, соответственно, как вовлекать, как, во-первых, объединять можно команду руководителей, чтобы они действительно в один голос, в одно видение вместе со стратегией компании. Это руководители проектов, да? Это отделов, руководители, операционные, HR, руководители и так далее. Вот как их, первое, вовлекать, чтобы одинаковая была стратегия, какие-то, может, нестандартные методы, эффективные при этом. И второе, как их развивать, сделать так, чтобы они сами хотели развиваться, повышать свой уровень. Давайте вопрос за вопросом. Давайте сначала про то, как их сплотить. Да. Я думаю, что самый лучший способ их сплотить, это время от времени проводить стратегические сессии. То есть ничто не заставляет сотрудника так проникнуться и чувством значимости, и нанести непоправимую пользу для бизнеса, как поучаствовать в стратегической сессии, где все том-банчеры находятся, и предложить неплохую идею. Потому что когда у тебя 7 человек в стратегической сессии, очевидно, кто-то выглядит хорошо, а кто-то выглядит плохо, и ты должен выглядеть хорошо. В компании «Маншемных партнеры» мы делаем такую процедуру, которая называется «Гордеж месяца». То есть каждый руководитель может рассказать о том, что случилось у него в команде, рассказать про то, какой он молодец, рассказать про то, как члены его команды были молодцы. Соответственно, это все выносится на уровень обсуждения собственников, а собственники выделяют награду «Гордеж месяца». Она может быть либо каким-нибудь подарком, либо даже денежной суммой. Ну, соответственно, если ты это делаешь с регулярной чистотой, то, соответственно, люди понимают, что традиция, а традиции некуда деваться. А второй вопрос, как я понял, у вас связан с тем, как… Как взрастить в них желание самим свободно, ну, вот, творчество какое-то применять в своей работе, при этом самим развиваться, то есть чтобы они лично заинтересованы были в том, чтобы развиваться как руководитель, а не это было как сверху задача, вот, обучиться. Но, к сожалению, это нужно делать и сверху. Во-первых, у вас должна быть корпоративная культура, в рамках которой вы просто говорите, что наши сотрудники обязаны развиваться. Кстати, мой совет абсолютно всем слушателям, которые нас сейчас смотрят, вот, развитие должно быть, ну, знаете, одной из ключевых задач руководителя должно быть развитие своей команды, а каждый его подчинен должен развивать свою команду. Делать это можно самым большим количеством инструментов, можно создавать корпоративную библиотеку, можно всей командой выходить на какие-то тренинги. Я знаю, что в Ростове-на-Дону очень часто приезжают и выступают самые различные федеральные тренеры, можно ходить на эти мероприятия командами, либо премировать лучшую группу и говорите, вот, сегодня в этом месяце идете вы. Можно делиться лучшими практиками, можно привлекать консультантов, но, в конце концов, если вы все-таки продолжаете двигать тему вот этого клуба партнеров Bittrex24, можно приглашать гостя, который приезжает к вам. Ну, представьте себе, что я партнер Bittrex24, я такой же руководитель, как и вы, я в Москве. И вы говорите, Игорь, приезжай к нам в Ростов-на-Дону, у нас очень классный ресторан, мы тебя накормим, напоим и, соответственно, расскажем тебе про то, как мы делаем бизнес, а ты нам дашь какие-нибудь там 10 классных советов после того, как мы тебе покажем наш бизнес, который мы не делаем, но который помогли нам двигаться вперед. Долг платежом страшен, мы потом приедем к тебе. Ну, на таких бартерных условиях, я думаю, что многие захотят к вам приехать, потому что, ну, в Ростове есть что посмотреть, самое главное есть что поесть, попить. Перебирая все способы обучения своей команды, вы выбираете то, что максимально подходит вам. Но, предложим, одна украинская компания, IT-Scan, она начала платить своим сотрудникам 5 долларов за каждую прочитанную книгу. Будете ли вы читать книгу, если вам компания заплатит 350 рублей, перед этим дав эту книгу предварительно, ну, как бы условно, бесплатно, то есть она купила вам, дала, еще 350 рублей заплатила, если вы эту книгу прочитали. Но сотрудник, читающий книгу, должен выносить оттуда какую-то идею, и можно сделать книжный клуб. Предположим, в конце месяца мы садимся, я говорю, я прочитал такую книгу, она мне очень понравилась, я думаю, что ты, Вася, должен ее прочитать, ты должен Андрею прочитать, ты, Наташа, должна ее прочитать. И, кстати, я оттуда вынес три классных идеи, которые мы должны реализовать. Вот я убежден, что знания, которые сотрудники получают из разных источников, двигают компанию вперед, это топливо. Но иногда нужно остановиться. Предложим вот сейчас в компании младшебленных партнеры мораторий до конца года на новые идеи. То есть если вы сейчас придете, скажете, Игорь, у меня есть классная идея, говорю, стоп, Андрей, у нас мораторий до конца года, некогда слушать новые идеи, вот ты ее запиши, в начале нового года дашь. Сейчас нужно реализовать то, что мы придумали. Поэтому очень часто люди просто в пучине креативности начинают гибнуть. Потому что нужно не только придумать, но нужно и сделать. Придумать может любой, а ты доведи до конца, ты реализуй. Понял, спасибо. Но прямо заставляйте своих сотрудников учиться. Нанимая на работу, вы должны говорить, что наша гигиеническая норма, наши сотрудники читают две книги в месяц. И пример подавайте. Как раз про чтение и пример. Одной из такой сложной для меня вещью является регулярное чтение книг. И у нас в компании есть корпоративная библиотека, где куча полезных клик по бизнесу, психологии и так далее. Кто-то читает, но это очень небольшой процент людей, которые всегда любили читать. Я все равно понимаю, что нужно читать, но делаю это с таким усилием, заставляю. Мне интересно, когда я читаю, вовлекаюсь в книгу. Но вот это приступить и читать ее, это для меня некое усилие. Вот вы как человек, который читает очень много книг в год, я слышал из интервью. Как полюбить чтение, сделать это регулярным в кайф и как в это вовлекать сотрудников? А начните себе платить премию за каждую прочитанную книгу, но поскольку вы сотрудник, платите 5 долларов, вы себе можете платить 50. Поверьте мне, Михаил, если вы прочитаете 12 классных книг, вот я вам уже посоветовал хорошую книгу, обнимите своих сотрудников, она реально бомбическая. А потом прочитайте книгу, обнимите своих клиентов, а потом прочитайте книжку клиента на всю жизнь. Вот его же вам задание на следующий год 3 первых книги в течение года прочитать. И по факту, если вы их прочитаете, у вас будут десятки классных идей, которые вы начнете применять у себя в компании или применять в своем стиле управления. Поэтому да, нужно, к сожалению, формировать новую привычку. Мы недавно говорили с одним из партнеров Bittrex24 в интервью, и мы понимаем, что любое изменение – это определенная привычка. И привычка формируется в течение 21 дня. Но если вы будете читать 21 день, предположим, по 20 страниц каждый день, без прерыва, все, у вас уже сформирована привычка. 20 страниц мы сможем прочитать всегда. Нужно просто отложить в сторону смартфон, не лезть в инстаграм, а просто почитать 20 страниц из хорошей деловой книги. И ровно то же самое привычку нужно формировать у других людей. Если они говорят, ну у меня нет привычки читать книги, вы просто говорите, окей, когда ты читаешь книгу, мы тебя примируем, а когда ты не читаешь книгу, мы тебя депримируем. Ты согласен, что мы тебя будем 5 долларов и зарплаты вычитать? Он сказал, не-не-не, я буду читать с большим удовольствием. Потому что 10 долларов никогда ни для кого лишними не бывает. Это еще раз те же самые две прочитанные книги. Но еще раз, книги, конечно, делают нас богаче, но не делают они автоматически. Действительно, в один из годов, это был 2017 год, я прочитал 553 деловых книги. Это полторы книги в день. Кажется невероятно. И все люди меня спрашивают, что ты вынес, что это тебе дало. Я вам признаюсь, у меня несколько источников дохода, и когда ты складываешь все источники дохода, у тебя получается какая-то сумма по результатам года. В 2017 году я заработал столько, сколько я никогда не зарабатывал раньше, и пока не заработал до сих пор. Поэтому чтение делает нас богаче, проверено на себе. И я больше чем уверен, что если вы начнете читать хорошие книги, вы начнете расти гораздо быстрее. Вместо клуба партнеров лучше сделайте свой книжный клуб. Спасибо, Игорь, за ответ. Вопрос. Я как человек из Ростова замечаю, так как недавно в Москве, что люди легко определяют, что я не московский человек. Вот на ваш взгляд, как эффективно и максимально быстро интегрироваться в московское общество, чтобы не выделяться, так скажем, из толпы, в хорошем смысле слова? У меня есть хороший совет для вас. Сейчас вы просто, начиная разговаривать с любым москвичом, спрашиваете, вы вообще москвич? Ну, продолжите, спросите меня. Вы вообще москвич? И вообще я из Одессы, а вы из Ростова-на-Дону? Слушайте, у нас очень много общего. Поэтому еще раз вы удивитесь, но москвичей в Москве действительно очень мало. Поэтому то, чего вы боитесь, ваша слабость может быть вашей силой. Вы можете тоже говорить, что я тоже понаехал. Но действительно проблема, когда вы попадаете на москвича. Поэтому у вас вполне возможно может что-то не получится. Но таких, еще раз говорю, может быть очень-очень мало. Я однажды работал в одной компании, директором по маркетингу. И мы как-то остались вечером на Совет Директоров. И уже была полночи. Я говорю, ребят, все, я пошел к семье, мне нужно домой. И все сказали, что у тебя в Москве есть там типа дом. Я сказала, кто здесь, здесь не москвичи что ли? И оказалось, что из 12 членов Совета Директоров ни один не москвич. Ну, то есть все амбициозные, все приехали покорять Москву. Я родился в Одессе, сам из Тольятти. Поэтому еще раз не бойтесь. Может быть даже вы услышите знакомый акцент у человека. Если он с юга, так вообще есть о чем поговорить. Но нету, я думаю, никакого конфликта между тем, что вы попали на человека, который приехал из Сибири или с Урала или с Дальнего Востока сюда и занимает какую-нибудь позицию, развивает здесь свой бизнес. Наоборот, может быть, он подумает, ха, вот с этими москвичами невозможно работать. Да простят нас москвичи. И, соответственно, очень здорово, что я попал на интегратора из регионов. И опять же, вот это ваш плюс. То есть вы приехали покорять Москву, у вас... Вы должны просто говорить, что я здесь, вы первый мой клиент, или вы мой второй клиент, или ваш десятый клиент. И я просто обещаю, что буду работать с вами, так как я работал со своим первым клиентом в Ростове-на-Дону. То есть я отдамся, ну, приложим в компании мальчимных партнер, мы говорим, мы отдаем с горкой. То есть мы отдаем больше, чем даже вы от нас спросите. Понятно, что многие, конечно, клиенты могут начать вам выкручивать руки, но чего только не сделаешь для того, чтобы забывать Москву. В общем, не переживайте по этому поводу, но все равно совет. Я писал в книжке номер один, что человек, который обладает большим словарным запасом, делает более стремительную карьеру и, наверное, проще договориться с другими. Поэтому найдите время для того, чтобы читать книжки еще раз. Спасибо. Вот как регулярно повышать средний чек, при этом наполняя его ценностью? Это хорошее направление мыслей, которое потребует определенной встречи с топ-менеджеров и ключевых сотрудников. Просто сядьте и подумайте над вопросом, как мы можем поднять цены на то, что мы продаем. Где-то цены поднять нельзя, потому что они регулируются, но где-то цены можно поднять больше, где-то можно дать чуть больше ценности в стандартных вещах и за это брать, предположим, ну, пример. Я сейчас приведу пример, такой неблизкий. Хотя вот если вы летаете между Москвой и Ростовом, вы поймете, когда ты летишь в самолете, есть пока эконом-класс и есть эконом-плюс, сейчас ввели, где можно сидеть, вытянув ноги, но ты сидишь в эконом-салоне и есть бизнес-класс. Одна авиакомпания придумала эконом-минус, другая компания придумала первый класс. Вот как вы думаете, вот эконом-минус, это будет самая смешная история для нашего эфира. Эконом-минус, вот что он не может сделать в самолете? Наверное, ходить в туалет. Все верно. Это вот эконом-минус, это когда ты идешь в туалет и ты платишь 5 долларов за то, что ты заходишь. Ты платишь карточкой за то, чтобы зайти в туалет, поэтому ты можешь сходить в аэропорту, можешь терпеть, либо заплатить 5 долларов, но ты платишь за билет дешевле. Ровно то же самое можно предлагать своим клиентам. Не обязательно думать только про то, чтобы поднять средний чек. Надо нужно думать про то, как клиента продавать дешевле. Потому что некоторые клиенты сначала покупать дешевле, становятся вашими клиентами, и потом они готовы платить больше. Вы же улучшаете их бизнес с помощью CRM-системы, они начинают зарабатывать больше денег, поэтому они готовы потом в будущем платить вам больше, а вы с ними всю жизнь остаетесь. Поэтому думайте и про то, как снизить издержки и сделать услуги для клиента более доступными. И думайте про то, как поднять цены. Но предложим, я расскажу историю тоже смежную. Со временем мы продавали билеты на мой семинар, который назывался «Ценные решения». У нас были бронзовые билеты, серебряные билеты и золотые билеты. И золотые билеты перестали продаваться. То есть мы продали один билет из десяти, и все, продажи встали. И у меня спросили организатора, что сделать. Я говорю, давайте сделаем платиновый билет, который стоит в пять раз дороже, чем золотой. Они спросили, а что туда будет входить? Я говорю, я человек, который купит платиновый билет, встречу в аэропорту, довезу его до гостиницы. Я утром, когда будет день семинара, я заеду за ним, мы вместе приедем на семинар. Он будет сидеть на отдельном массажном кресле. Ему вот, кстати, девушка, которая будет подносить ему напитки. Все заржали и скалеки, давай попробуем. Конечно, никто не купил платиновый билет, но все купили золотые. Поэтому на контрасте, когда вы делаете вот это вот несколько видов цены, некоторые люди выбирают самое дешевое, это их выбор. Некоторые люди говорят, мне настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи, и покупают самое дорогое. Но когда вы сказали, что вы знаете все технологии среднего чека, я как раз и сел в такую закрытую позу, искрестил пальцы, я хотел спросить, какие вы знаете технологии? Прошу на уровне ритейла, я знаю 26 способов, с помощью которого можно поднять средний чек. Но когда ты работаешь на рынке B2B, каким образом можно поднять средний чек, кроме как поднимать цену? И вот это очень важное упражнение, которое вы должны проделать. И я думаю, что когда у вас будет список из всех способов поднять средний чек, вы можете смело встречаться с клиентами равного размера вашей компании. Помните про идею клуба одного размера, так его назовем. И прямо встреча для первого клуба. Ребята, мы вам расскажем про то, как в нашей компании мы научились поднимать средний чек. Я думаю, что даже я из Москвы к вам в Ростов прилечу. Но я очень надеюсь, что вы сделаете этот семинар именно в Москве. Это будет бомбическая тема. Мы отлично поговорили с Михаилом, и это удивительно. Мы видим партнера, который, давайте скажем так, сделал невероятный рывок. И сейчас хочет сделать еще больше невероятный рывок, придя в Москву. И мне хочется предложить команде B2B 24 новую рубрику «Год спустя». Давайте посмотрим на то, что получилось у Михаила через год. Встретимся с ним и поговорим. Во-первых, спросим его, что он запомнил после встречи с нами. И посмотрим, что он сделал после встречи с нами. Или да, мы увидим человека до и человека после. Я даже подумал, что, может быть, неплохо это было предложить и другим нашим гостям. Или предлагать нашим гостям в будущем. А тогда не уйдешь от ответственности. Не просто поговорили, но нужно еще и что-то сделать. Ну вот и закончился наш выпуск. Интересный выпуск, но впереди новые, не менее интересные выпуски. А пока хочу напомнить вам главный принцип нашей программы. Не только посмотреть, но и обязательно что-то сделать. Смотрим и делаем. До следующей встречи. Большая благодарность 1С Битрикс за возможность задать много вопросов профессионалу. Мне очень понравилось интервью. Особенно то, что Игорь глубоко погружался в тот вопрос, который я задавал. И развернуто давал на него ответ как теоретически, как примером, так и практическим советом. Буду рад применить все, что узнал, получить от этого результаты и встретиться через год. Подписывайтесь на канал 1С Битрикс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok